здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые подписчики мы с вами начинаем курс молодого электрика этот курс предназначен для начинающих тот кто еще не знаком даже с азами электричества то есть каким образом она действует каким образом работает и в этом курсе мы с вами рассмотрим простейшие схемы подключения как лампочек как выключатели так и розеток ну все по порядку и давайте первое наше занятие начнем с основ по электричеству то есть вообще что такое электрический ток что такое напряжение значит любая вообще электрическая цепь обязательно содержит в себе источник электрической энергии и приемник в качестве примера давайте рассмотрим простейшую электрическую цепь состоящую из батарейки обычной и лампочки накаливания а батарейка сама по себе здесь является источником электрической энергии а лампочка ее приемником между полюсами источника электроэнергии имеется разность потенциала то есть плюс и минус как мы понимаем и знаем это еще из школы и при замыкании цепи то есть если мы замкнем цепь на лампочке начинается сам процесс ее выравнивания под действием электродвижущей силы а вообще сокращенно эта сила называется ЭДС по цепи протекает электрический ток совершая работу при этом нагревая спираль в электролампочке а спираль начинает в этом случае просто-напросто светиться таким образом происходит преобразование электрической энергии в энергию тепловую и энергию света электрический ток он обозначается буковкой g вот таким образом представляет из себя упорядоченное движение заряженных частиц но в данном случае это электронов электроны имеют отрицательный заряд и поэтому их движение направлено к положительному полюсу то есть к плюсу от минуса к плюсам то есть положительному полюсу именно источника питания при этом всегда образуется электромагнитное поле распространяясь от плюса к минусу источника то есть навстречу движения электродов от плюса к минусу и через электрическую цепь со скоростью света традиционно принято считать что электрический ток движется от положительного плюса то есть полюса к отрицательному если посмотреть на схеме то есть вот от положительного по цепи и к отрицательному вот таким образом у нас обозначается в данном случае наша батарейка у которой имеется плюс и минус упорядоченное движение электронов через кристаллическую решетку вещества являющуюся проводником не проходит конечно беспрепятственно то есть каждый проводник имеет так называемое какое-то сопротивление и электроны взаимодействуют с атомами вещества вызывают его нагрев таким образом вещество оказывает как я сказал сопротивление протекающему через него электрическому току в чем и в принципе чем больше величина этого сопротивления при той же величине тока тем сильнее нагревается это вещество в данном случае проводник электрическое сопротивление это величина характеризующая при противодействии электрической цепи или ее участка электрическому току измеряется электрическое сопротивление в омах а само электрическое напряжение которое обозначается буковкой у это величина разности потенциалов источника электрического тока то есть электрическое напряжение электрическое сопротивление и электрический ток это основные свойства простейшей электрической цепи и между собой они находятся в определенной зависимости но для этого и существует закон ома для участка цепи то есть для участка замкнутой электрической цепи справедливостью является следующая зависимость то есть так называемая вот если вы вспомнили закон ома у то есть ток равняется напряжение деленное на сопротивление ну это вот именно математическое соотношение как я сказал носит название закона ома для участка цепи с помощью этой формулы можно вычислить значение любого из свойств цепи зная значение двух остальных но пользуясь треугольником ома который вот вы видите изображены на этом рисунке можно наглядно представить как это по большому счету делается предположим мы закрываем пальцем неизвестную величину требующую определения и положение величин оставшихся не закрытыми подскажет нам что делать как вы видите сами здесь как раз возможно три варианта первый вариант чтобы найти нам силу тока мы делим величину напряжения то есть силу тока мы закрываем пальцем напряжение вот оно напряжение на величину сопротивления то есть вертикальная вот эта вот линия нам символизирует деление второе для нахождения сопротивления здесь мы закрываем значок сопротивления нам необходимо разделить величину напряжения на силу тока на величину силы тока то есть опять же вертикальная линия нам символизирует знак деления и неизвестную величину значения напряжения если мы здесь закроем напряжение мы получаем тогда умножая величины силы тока на величину сопротивления то есть силу тока нам надо умножить на сопротивление напряжение измеряется в вольтах сила тока измеряется в амперах а сопротивление измеряется в омах ну если взять для примера предположим вот у нас есть электрическая цепь напряжение источника питания у нас два с половиной вольта предположим сопротивление нашей лампочки составляет 10 ом и тогда по формуле закона ом мы можем вычислить так скажем наш ток который будет протекать по этой цепи то есть нам известно напряжение два с половиной вольта сопротивление 10 ом и требуется узнать силу тока и так подставляя известные значения в эту формулу которую я вам показал то есть у нас получается два с половиной вольта мы делим на сопротивление 10 ом и мы получаем что в этой цепи у нас течет ток 0,25 ампер то есть если выразить вот так вот 0,25 ампер вот это самая простейшая формула по которой мы можем определить неизвестную величину ну и также зная теперь и силу тока которая протекает по нашей цепи зная напряжение можно узнать и мощности и вот этой самой лампочки которую то есть потребляемую приемником электроэнергии это уже узнается вот по этой формы то есть чтобы определить на мощность нам нужно напряжение умножить на силу тока и в итоге у нас получается что напряжение у нас два с половиной вольта ток мы вычислили 0,25 ампер если мы все это умножим у нас получается мощность нашей лампочки 1 ватт вот таким образом по простым формулам мы можем узнать нагрузку употребляемую нашей лампочкой идем дальше то есть есть еще общий закон ома если рассматривать вот такую формулу g равняется е деленное на r внутренне и плюс r внешне значит е в этом формуле означает электродвижущую силу источника то есть ds электродвижущую силу источника питания r внутренняя это величина внутреннего сопротивления источника электрического тока то есть внутреннее сопротивление самой батарейки если по простому говорить r внешне это величина сопротивления электрического приемника и плюс сопротивление проводов цепи то есть и скажем батарейка и сопротивление всех проводов электрическое напряжение которое мы рассматривали у и ds и имеют в принципе одну и ту же природу и ds это значение напряжения на полюсах источника тока без нагрузки то есть если возьмем мы просто батарейку и замерим напряжение то мы получим какое-то определенное значение это при разомкнутой цепи а ds цепи всегда выше ее рабочего напряжения у когда цепь замкнута и приемник энергии то есть нагрузка подключена то есть если мы включим саму лампочку уже естественно будет другое ds или так называемое напряжение ну и давайте немножко рассмотрим уже параллельное и последовательное соединение это уже относится к закону киргофа здесь мы на рисунке можем видеть примеры параллельного соединения в данном случае то есть при параллельном соединении концы питающих проводников приемников сводится к общим узловым точкам так называемым то есть вот соединяется у нас два приемника причем параллельно предположим что у нас две лампочки ну и каждый приемник оказывается включенным на общее напряжение приложены к этим точкам при последовательном соединении приемники включаются один за другим это мы немножко рассмотрим чуть ниже в электрических цепях таким соединением протекает общий ток цепи где присутствуют именно параллельные соединения относятся к разветвленным цепям и имеют точки где сходится три и более проводников эти точки называют узлами участки цепи соединяющие два узла уже называются ветвями цепи то есть вот эти вот где больше двух это уже ветви цепи при установившемся электрическом токе количество электричества протекающего в единицу времени к узлу равно количеству электричества утекающего от узла за то же самое время и получается что сумма токов направленных к узлу равна сумме токов направленных от узла то есть сумма токов равна по большому счету нулю это равенство является выражением первого закона киргоф который гласит что алгебраическая сумма токов в узле равна нулю следствием из первого закона киргофа является формула с помощью которой зная величину сопротивления каждого приемника в отдельности то есть r1 и r2 можно определить полное сопротивление всех их в целом и общее сопротивление будет являться по формуле то есть r1 и умноженное на r2 и все это делится на сумму давайте я напишу то есть сопротивление общее это значит r1 умноженное на r2 и мы делим на сумму то есть r1 плюс r2 вот такая вот формула получается то есть величина произведения всех сопротивлений а складывается и делится на величину их суммы но в нашем случае умножаем два раза по 10 ом то есть если предположим мы две лампочки и делим на сумму 10 плюс 10 то получаем общее сопротивление а вот в этом узле так называемым 100 разделим на 20 и окончательный результат мы получаем 5 ом то есть в два раза меньше чем одна лампочка была бы у нас и так общее сопротивление как я сказал 5 ом если параллельно соединены несколько разных между собой сопротивлений r то общее сопротивление уже r общее получается r делим на количество этих потребителей а второй закон Киргофф огласит уже в замкнутой электрической цепи алгебраическая сумма НДС равна алгебраической сумме падений напряжений на отдельных участках цепи то есть согласно этому закону давайте посмотрим уже другую это уже последовательное так называемое соединение то согласно этому закону для схемы изображенной вот на этом рисунке мы получаем r общее будет у нас равняться сумме вот этих вот двух сопротивлений то есть r1 r1 плюс r2 то есть увеличивается так скажем в два раза ну то есть при последовательном соединении элементов цепи общее сопротивление цепи равно сумме сопротивления составляющих ее элементов и напряжение уже разделяется между ними пропорционально сопротивлению каждого ну например в новогодней гирлянде состоящей из 100 маленьких одинаковых лампочек каждый из которых рассчитана на напряжение два с половиной вольта включенных в сеть напряжением 220 вольт на каждую лампочку будет приходиться то есть если мы 220 вольт разделим на количество лампочек 100 лампочек то по два с половиной вольта нам будет приходиться на каждую лампочку ну и в конечном же итоге при таком раскладе эта гирлянда у нас будет работать долго и счастливо далее значит переменный ток в отличие от постоянного не имеет постоянного направления давайте рассмотрим в чем заключается переменный электрический ток например в обычной электрической сети 220 вольт частотой 50 герц то есть плюс с минусом в такой сети меняются местами 50 раз в секунду и законы ома и киргофа для цепи постоянного тока применимы также для цепи тока переменного но только для электрических приемников обладающих именно активным сопротивлением в чистом виде то есть таких как различные нагревательные элементы и лампочки накаливания то есть различные тены лампочки накаливания двигатели уже по такому закону не работают причем все расчеты уже производится с действующими значениями тока и напряжения действующее значение силы переменного тока численно равны уже эквивалентной по тепловому действию силе постоянного тока и если взять для примера то есть действующее значение переменного тока будет вот с таким вот коэффициентом 0707 умножено на действующее значение то есть силы постоянного тока напряжение переменные вот с таким же коэффициентом уже будет относительно напряжение постоянного тока ну например если взять для примера в домашней сети действующего значения переменного напряжения в 220 вольт вычисляем вот по этой вот формуле чтобы нам использовать этот коэффициент и мы получаем что максимальное амплитудное значение именно переменного напряжения может быть составлять до 310 вольт то есть вот такое вот колебание происходит у нас в сети ну и роль в принципе законов Ома Киргофова в повседневной жизни электрика то есть если осуществлять свою трудовую деятельность как электрик абсолютно в принципе любой каждый ежедневно сталкивается со следствиями этих фундаментальных законов и правил можно сказать что живет в их реальности использует ли он теоретические знания с большим трудом полученные в различных учебных заведениях для выполнения повседневных трудовых обязанностей но как правило конечно эти законы не используются чаще всего просто напросто в отсутствие какой-либо необходимости это делать но повседневная работа нормального электрика состоит вовсе не из этих умственных вычислений а наоборот из четких уже отточенных годами физических действий нельзя сказать что думать вовсе не приходится совсем наоборот ведь последствия необдуманных действий в этой профессии обходится порой весьма дорого но иногда встречается среди электриков конструктора любители они же чаще всего и рационализаторы эти уже люди время от времени используют имеющиеся у них теоретические знания используя уже для дела разрабатывая и конструируя за разнообразные устройства как в личных целях так как говорится на благо родного производства без знания законов ома и киргофа расчеты электрических цепей составляющих схему будущего устройства ну конечно совершенно невозможны в целом можно сказать что законы ома и киргофа являются в большей степени инструментом для инженера конструкторы нежели в принципе для электромонтера по большому счету на зубок эти законы знать не обязательно но в голове все-таки держать либо при себе держать эти простейшие схемы которые в любой момент вам могут просто напросто помочь вот такие вот теоретические небольшие знания и дальше мы уже перейдем к практическим занятиям которые нам помогут в электрике